Всем привет из Кёльна! Сегодня мы ответим на самые актуальные вопросы, большая часть которых, конечно же, касается нашего участия в ИЕМ Кёльн. Первый вопрос. Расскажите о заселении в отель и как распределялись номера. Так как Россия внесена в красную зону для Германии, это означает, что любой гражданин России или любой прилетевший из России обязан пройти 14-дневный карантин в изолированном номере, то есть отдельно изолированном от других людей. В связи с этим нас расселили в одноместные номера. У каждого был свой номер и сейчас есть, где было все необходимое. Рабочее место игровое, кровать, душ, трехразовое питание и так далее. Ты ни в чем не нуждался, все тебе предоставляли под ключ. Единственное, что ты не мог покидать свой номер ни на минуту. За это достаточно большие штрафы были назначены, поэтому, скажем так, это доставляло некий дискомфорт. Мы все таки привыкли находиться все время вместе, а не играть из своих домов. Номера все были расположены у нас, там распределены таким образом, что мы фактически живем в одном отсеке на этаже и являемся соседями там друг другу. То есть у меня, например, через стену живет Хоббит, с другой стороны живет Интерс. Ровно напротив Саша наш менеджер, Широ, Аксель, Нафаня. То есть мы все живем рядом на одном этаже. Следующий вопрос. Какие были первые впечатления от номеров и как вам вообще в целом еда и другие условия в отеле? Я думаю, Нафаня лучше. Что касается номеров, нам некоторым людям повезло. У них хорошие номера, где открываются окна и хороший вид. Некоторым не повезло. Это в частности, ну, больше всего, наверное, не повезло мне и Саше Щербакова. У нас самые маленькие номера и плюс окна не открываются. Поэтому три дня были такими достаточно интересными, скажем так. Что касается еды, еда в целом неплохая. Не считая завтраков. Завтраки тут какие-то грустные. Вот. А в целом, ну, еда съедобная. Вот. Если хочешь кушать, скушаешь. Скажем так. В наш состав появился новый партнер, букмекерская компания Лига Ставок. Они не только поддерживают нас во всем, но также подготовят для вас подарки. Все подробности закреплены на комментарии ниже. А теперь смотрим видео дальше. Непривычно было играть, не сидя друг с другом. Какая была атмосфера на первых тренировках? Ну, на тренировках было неплохо все относительно. Но, опять же, типа, мы привыкли играть как-то все вместе. Мы, считай, три человека последние три месяца практически всегда играли рядом с дружкой. Поэтому, ну, все равно было такое не очень понятное ощущение, скажу так. Какой-то, ну, короче, нестандартно было, скажем так. Вот. На первых тренировках. Но мы достаточно быстро адаптировались и уже первую игру играли, ну, в таком комфортном состоянии. Три серии на турнире вы успели отыграть в трех разных условиях. В номерах, в практисе и в студии. Помешала ли вам такая частая смена обстановки? Как мы уже говорили, для нас более комфортное выступление, когда мы находимся все вместе в одной линейке играем. То есть, для нас условия буткемпа являются оптимальными. Конечно, здесь было непривычно. Потому что, если мы сравниваем, например, с европейскими командами, которые изначально, там, со стадии плей-ин, с самых первых матчей выступали в студии, они чуть больше привыкли, адаптировались. У нас же каждый день все было заново. То есть, это каждый раз настройка происходит под свет новый, новая обстановка, новый стол, стул. В целом, приходится привыкать, потому что игра из номеров по отдельности, она очень сильно отличается от студии. Да и, в принципе, в практисе тоже условия такие скомканные. Мы сидели квадратом, каждый спина спиной друг к другу. То есть, это такое нечто промежуточное между нашим буткемпом и игрой из номеров. Но, как бы, это тоже опыт. Наверное, не совсем было таким образом корректно делать, что с этой точки зрения, с точки зрения смены событий команды не в равных условиях. Но здесь, как бы, к организаторам не может быть никаких претензий. Это исключительно законодательное ограничение. Так что, приходится чем-то, скажем так, жертвовать и выполнять те обязательные требования, которые существуют. Было ли на вас дополнительное давление перед серией с маузами в интернете? Многие вас называли онлайнерами, Мафай. Как ты считаешь? Да, я думаю, не было. Ну, типа, у нас только первая карта не очень удачно получилась. И то, типа, опять же, это скорее всего из-за того, что мы как-то больше привыкли играть вместе, ну, на буткемпе. А из-за того, что по номерам новые условия, типа, не все сразу адаптировались. Вот. Но по ходу игры разогнались, и все стало плюс-минус нормально. Что произошло в игре с маузами при счете 6-12 на мираже? И какие слова говорили друг другу в этот момент? На самом деле ничего особенного не произошло. Мы просто играли в свою игру и знали, что мы можем спокойно вернуться в нее. У нас там, опять же, если посмотреть на игру, у нас все было достаточно близко с ними и за Т сторону. Просто мы, насколько опять же я помню, дали пистолетку за контров. Это точно было. И за счет этого получился такой счет. Но, типа, мы знали, что мы достаточно сильны в защите и просто вернулись в игру спокойно. В чем для меня отличается стиль ведения команды удаленно от присутствия за спинами игроков? Я бы сказал так, что есть большая разница между тем, когда ты ведешь команду в онлайне и между тем, когда у тебя есть ограниченный доступ с точки зрения общения с игроками. Два таких явных примера. Это турниры, допустим, ЕС Аубан Кёльн на лане и РМР. Все турниры в онлайне фактически любой тренер может говорить без остановки, может подсказывать в любой момент раунда. Ну, а в случае, допустим, с Кёльном у меня есть только 4 таймаута по 25 секунд и есть возможность говорить в перерыве между половинами. Это достаточно ограниченный вариант. Я меньше, скажем так, могу помочь своей команде. В целом, взаимодействие ровным счетом никак не отличается. Мы также заранее там на праках уже обсуждаем тот вариант, который мы будем показывать против того или иного противника, отрабатываем эти вещи. Мы также перед матчем обсуждаем, какие стратегии будем использовать и какой у нас план на игру. Нафань, вы заметили, что особо громкие колы или мотивационные моменты были слышны на стриме. Повлияет ли это на ваше поведение во время игр в плей-офф? Я не думаю, что нас особо должно вынуть, что там слышно на стриме. Мы просто, если это помогает как-то нашей команде, то мы продолжим это делать. Если это мешает как-то нашей команде, соответственно, мы это попробуем искоренить. Как ты оцениваешь сейчас нашу форму индивидуальную? У нас индивидуально, опять же, мы сейчас не находимся в пиковой форме, я скажу так, но мы в такой неплохой кондиции. А какие ожидания у тебя от игры с фейзами в целом? Фейзи это сильная команда и очевидно, что с ними будет нам играть непросто, но так или иначе, я думаю, мы уже доказали, по крайней мере, сами себе то, что мы способны играть на лайн так же, как и в онлайне. И для нас нету каких-то непроходимых соперников. И любая игра для нас будет достаточно интересной, скажем так, на лайн. И у нас не будет какого-то стресса. Соответственно, я думаю, что мы способны победить. Но я по фейзам добавлю, мы много тренировались с этой командой весь этот год. И по тем пракам, которые были у нас с ними, допустим, февраль, март, апрель, в мае и июне, было видно, что команда высокого класса и та строчка, которую они занимают в мировом рейтинге, не совсем соответствовала силе команды. И там раз за разом мы следили за их выступлениями на крупных турнирах, они все время, им чуть-чуть не хватало, то они там проигрывали 1-2 по картам, то на допах, но не могли занять действительно такие объективные, показать результаты и показать свою реальную форму. Это первый турнир, где они доказали то, что этот состав действительно сильный, что они движутся в правильном направлении. Ну, как бы, я лично очень рад за них, мне там нравится их состав и то, как они играют. Просто, возможно, им не везло, и они находили свою игру, либо они недолжным образом подходили с точки зрения ответственности к матчам, которые были турнирные. Потому что, повторюсь, по пракам, они выглядели весьма неплохо и были там как команда уровня топ-10 мира. Нафань, чем занимаетесь свободное время от игры и тренировок? И немного, если можешь, расскажи, какие планы на отпуск? Что касается тем, ну, как мы отдыхаем, я скажу так, от игр и тренировок, мы вообще каждый по-разному. Кто-то проводит время с близкими, ну, там, в интернете общается с ними, кто-то играет в другие игры, кто-то смотрит сериалы, фильмы, аниме. У нас, ну, достаточно разные люди в команде собраны, и все проводят свое время по-разному. Так что не могу говорить за всех, но лично я чаще всего общаюсь с друзьями и играю в другие игры. Ну, еще когда нам дают возможность выйти на улицу, то мы там прогуляться ходим, поиграть, попинать мяч, так это назовем, поиграть в футбол это не назовешь. Вдоль набережной пройтись немного развеяться, но в целом времени, если честно, не так много свободного, потому что все равно мы продолжаем тренироваться, продолжаем работать над своими ошибками. Если есть матчи других команд, то, естественно, мы смотрим с большим удовольствием их. Ну, а касаемо отпуска, почти все, насколько я знаю, там, все ребята улетают в отпуск либо со своими девушками, либо со своими семьями, то есть они стараются как-то действительно отдохнуть. Нафаня, у тебя какие планы на отпуск? У меня сейчас конкретных планов никаких нет, скорее всего, я с семьей поеду когда-нибудь в Корею, я думаю. В интервью Sports.ru вы говорили, что Кель нельзя будет считать Ланом. Отличия будут лишь в том, что ребята играют на других компах и с другим пингом. После трех серий изменилось ли ваше мнение о характере и Лан-овости этого турнира? То есть, например, лично для меня классический такой Лан, наличие большой сцены, наличие, например, допустим, какая-то площадка большая, вроде стадиона или концертной арены, наличие большой сцены, наличие большого количества зрителей, 5-10 тысяч человек. Вот это большой Лан, некое мероприятие, которое является большим стрессом для игроков. Но даже в отсутствии пандемии, только на стадии топ-8 или топ-4 матчи проходят на крупных аренах. Все остальные матчи, допустим, мы берем ЕСЛ, Ван Кельн, ЕМ Котовица, все остальные матчи, отборочный тур, плей-ин стадия, групповая стадия, они всегда игрались и будут играться из студии. И только последние 2-3 дня играются на стадионе. Поэтому с точки зрения классического Лана, да, и ЕМ Кельн является Лан-соревнованием. С точки зрения давления такого какого-то особого и высоких ставок, наверное, он все-таки немножечко отличается, потому что нет зрителей. И так будет до тех пор, пока мы не увидим заполненный стадион. Главную задачу Лана этот турнир решает. Для меня главная задача Лана это то, что игроки поставлены в одинаковые условия. С этой точки зрения, да, конечно, это Лан, в любом случае это хороший опыт. Просто когда я говорил, что он не является Ланом, я подразумевал именно отсутствие большой публики, отсутствие фанатов в зале. На этом мы заканчиваем. Хочу передать привет всем нашим фанатам. Подписывайтесь на соцсети Gambit, подписывайтесь на мой инстаграм, Грув КСГО. Я создал инстаграм для того, чтобы следить за игроками, а не для того, чтобы вести его самостоятельно. Но в момент, когда делали фотографию какую-то общую, Нафаня взял, отметил меня, на меня стали подписываться. Сейчас уже около 2000 подписчиков. Ну и для меня это такой был сигнал к действию. Ну почему бы и нет. Поэтому я так думаю, что обязательно после Кёльна я разыграю несколько подарков. В том числе там будет подушка из Кёльна, Gambit'овская, с автографами игроков. Разные футболки. Может быть даже Bomber Gambit. Так что следите, подписывайтесь. И всем еще раз спасибо. Мы, поверьте, мы читаем ваши комментарии, когда есть время. Мы следим за той активностью. Она очень радует, потому что каждому посту очень много обсуждений, очень много лайков. Есть и критика, и слова поддержки. Так что ребята все следят за этим. И для нас это действительно важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!